Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру растений против зомби и у нас на очереди бонусная миссия под названием Чиллаут возле сникпиков Frostbite Caves. Перед началом уровня мы заходим в наш альманах растений и покупаем новое вооружение это горящий грох за 109 монет, хотя я вычитывал что он стоит 139. Но это приятно, что стоит дешевле и можно начинать миссию. Как раз в ней данное оружие и появится. А мы возвращаемся вновь к данной бонусной кампании, которая у нас была в течение первой части кампании Frostbite Caves. Это означает то, что наверное скоро уже выйдет вторая часть. А мы как раз с первых секунд миссии получаем горящий грох и подходят наши зомби из кампании Frostbite Caves. Есть также тарелка с Far Future. Но суть это не меняет, в основном это как раз зомби из этой вот кампании. А мы расставляем Charguard, который сейчас появился. И вновь получаем огненный горох. Фактически наш горящий грох это является такая легкая альтернатива торчилда. То есть можно отказаться от торчилда, который у нас в платном списке. Его можно купить только за деньги. И это такая как бюджетная версия. Но все-таки торчилд не зря находится в платном списке. У него есть ряд своих преимуществ. Дело в том, что наш горящий горох стреляет только одиночными выстрелами. Ну а если, к примеру, поставить торчилд и поставить многослойный горох, на одну клетку можно поставить до 5 кустов. Получается такой вот огненный пулемет. Но это еще не все. Дело в том, что торчилд, по-моему, единственное растение в игре. После применения плента эффект сохраняется до конца уровня. Горящее дерево покрывается таким ледяным сиянием. И фактически горох становится ледяным. Урон противнику заметно возрастает. Так что горящее дерево, в принципе, стоит своих денег. Ну а тем временем вновь на нас надвигается большая волна. Мы еще к тому же получаем редиску. И вновь получаем плент. На нас продолжают идти противники. Мы уже высадили ряд чар-гуар, но в некоторых местах уже надо возобновить данное растение. То, что мы сделаем. На второй линии. Вновь получаем редиску. Уже есть даже 4 куста. И как только наши зомби подойдут чуть поближе, мы уже будем постепенно использовать наш плент. Хочется посмотреть, какой же будет эффект. У нас больше всего зомби сейчас на второй линии. Как-то все они идут непропорционально. Где-то густо, где-то пусто. И вот мы наконец-то применяем плент. Все 4 горячих гороха. Там, где у нас есть эти вот редиски, срабатывают. Только используя один плент. И горох фактически поливает огнем. Но радиус поражения не вся линия. Где-то половина. Не в очень удачное место. Я вообще не знал, как будет себя вести огненный горох после применения плента. Поэтому, если бы знал, наверное, посадил редиску где-то поближе. В третьем ряду. Для того, чтобы мы могли доставать всех зомби. Вновь на нас надвигается большая волна. С возобновлением кампании Frost by Case вместо зимней вьюги вернулся огонь. Но мы им пользоваться не будем. У нас есть для этого бесплатно. Один раз мы можем использовать сдув с поля, плюс несколько молний. А мы сейчас получаем несколько плентов и рассаду. Ускоряем темп игры. И получаем вновь Charguard плюс горящий горох. А применяем план для горящего гороха в первом ряду. У нас весь ряд активировался, так как есть там редиски. И уже миссия движется к логическому завершению. В этом уровне зомби очень разношерстны с разных компаний. Но, в принципе, для бонусных миссий это неудивительно. У нас тут есть и зомби с компанией Dark Ages, Big Wave Beach и Far Future. То, что я сейчас вижу. Ну, с Far Future там тарелки были в начале. И вот сейчас я вижу, что подходит. Но это их не спасет. У нас есть адекватное вооружение. Новое. Огненный горох, который себя полностью оправдывает. Как для 109 алмазов. По на нас сейчас надвигается уже финальная волна. А можно уже запускать где-нибудь бобра. Но надо подпустить противников поближе. Для того, чтобы определить, где их будет больше всего. Вновь получаем плент. И используем плент на пятой линии. Там, где у нас горох впереди. Как раз для этих целей посадил его впереди. Для того, чтобы, если применять плент, то уже огненная струя добивала точно до конца поля. Чтобы не получилось, как в начале уровня. Я садил горох вместе с редиской в первом ряду. И получилось так, что он добивает только до половины поля. А мы сейчас запустили бобра на третьей линии. И убрали там всех противников. Осталось буквально парочку зомби на вторую линию. Добиваем последнего зомби. И проходим этот уровень. После чего будем накрывать призы. В первом подарке деньги. И в двух оставшихся подарках тоже деньги. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.